Привет всем! Сегодня будем с вами готовить венгерский гуляш. Это блюдо можно и вместо первого, и вместо второго употреблять. Это как первое и второе. Этот гуляш я делаю впервые. Это не такой гуляш как мы обычно делаем. У венгров там не знаю сколько рецептов этого гуляша. Поэтому у них много очень рецептов. По этому рецепту я впервые делаю. Не могу сказать очень вкусно, вкусно, невкусно, но мне кажется будет вкусно, судя вот по компонентам. Для гуляша нам нужно в первую очередь мясо. Его можно из курицы делать. Рецепт такой, что курица. Ну я взяла вот окорочка, верхнюю часть. Так, вот курица значит. Кубиками режем лук, морковь. Вот лук, морковь, красная болгарка, помидоры без кожи. Я сняла кожу, я порезала на диски, а потом диски пополам. Это баклажан кубиками с кожей. Это у нас зелень, петрушка и укроп. Это картошка. Картошку мы режем большими кубиками. Это у меня соль с перцем, крупная соль, очень вкусная. Вот это чеснок я мелко порезала. Это паприка. Много паприки, столовая ложка аж. И черный перец, чили и вот такой лавровый листик. Вот так вот. Вот что нам нужно. Ну и вода и масло на зажарку. В первую очередь будем обжаривать мясо. У меня здесь топленое масло и рисовое масло. Растительное, какое хотите. Я люблю экспериментировать. Вот я обжариваю на восьмерочке из девяти. Недолго, просто немножко почаится. Потому что эти окорочка, они очень молодые и быстро готовятся. Если домашняя курица, то я вот вам рецепт выложу и там все опишу. Там час где-то надо даже. Это не сейчас, конечно, после обжарки. А это быстренько так. Мы обжарили мясо. Затем я налила кипяток, воду сюда, кипяток налила. Отправила туда лавровый лист, соль и черный перец. И вот сейчас немножечко покипит минут 15. Отправим туда овощи. Мясо у нас сварилось. Нам сейчас надо лавровый лист отсюда выбросить. Так, сейчас у меня не получается. я сделаю это за кадром. Вот теперь будем овощи отправлять. Отправляем овощи. Вот картошку. картошку. Баклажан. Ну и все остальное тоже. Моковь, болгарка. Вот так вот. Так, наверное, еще водички я добавлю. Потому что овощи вариться должны. Я 800 миллилитров добавила. Надо было литр. Было бы нормально. Вот, все. Овощи тоже дадут сок, конечно. Вот так вот. Пусть варится. Вот я все перемешала. Теперь минут 15 буду варить. Не больше. Накроем крышкой и на маленьком огне. Потом я чуть-чуть приоткрыть крышку и на маленьком огне. Сейчас доведу до кипения, а потом огонь убавлю. Теперь я добавляю сюда паприку и еще пять минут буду варить ровно. Вот так вот. Сейчас я перемешаю и все. Гуляш готов. Я отправила туда чеснок, зелень. Все. Довела до кипения. Выключаем. Я уже с огня сняла. И после этого я вот добавляю один кубик сливочного масла. Я это всегда делаю. Борщ, суп. Обязательно после-после всего кубик масла. Бывает очень вкусно. Сейчас он чуть настоится. Подписчики, гуляш готов. Вы знаете, я первый раз делала его, сегодня готовила. Но до того вкусный гуляш получился, это да, как я вот предполагала, это густой суп. Очень вкусный. Рекомендую, рекомендую вам тоже. Сытный, вкусный. И там просто овощи там, ну что там, 400 грамм мяса. Я из половины делала. Вот. А вам я рецепт полностью напишу. Рекомендую вам. Спасибо вам за то, что вы заходите на наш канал, за то, что вы просматриваете видео наши, за комментарии. Добрые-добрые комментарии у вас тронута вашим вниманием. Спасибо вам большое-большое. Здоровья вам. Здоровья и здоровья. Всем-всем. 5 минут. К countellenи. Так. Тя еще 3 минуты. 2 минуты. Убираем. Продолжение следует...